На Свято-Тихоновском храме в Брагине сегодня устанавливали центральный купол. Подъем планировали начать утром, но из-за непогоды пришлось сместить время и с окончанием работу идти в сумерки. Марина Смарагдова наблюдала на процесс высоты птичьего полета. Стрелу подъемного крана видно издалека в небо взмывают журавцы центрального купола. Он самый большой, 9 метров в диаметре. Настоятель отец Михаил весь день на улице промерз, но своего форпоста не покидает. К этому мы ушли 14 лет. Это для нас событие большое значение, да я думаю, даже для всего Ярославля. Когда храм венчается крестом, символом нашей православной веры, это, наверное, чудо. Прежде чем крест займет свое главенствующее место, нужно собрать купол. Семь несущих конструкций ферм выстроят по кругу, покроют медным листом. Крест, который пока на земле, золотить будут уже наверху. Хотели уложиться засветло, но подвела погода. Говорят, что после благодарственного молебна тучи разошлись и даже проглянуло голубое небо. Сегодня необычный день державной иконы Божией Матери, в честь которой освящен северный предел. Наверху не просто зябко, а очень холодно. Очень сильный ветер, дует, так среднее, бывало и хуже. За ты спустились? Ну, дополнительно за курчиками спустился ребятам. Первые два боковых купола начали собирать в начале лета, продолжили в июле. Куполы и кресты изготовляли в мастерской Переславля. А это вот наши планы на будущее. Вот сейчас я как-то открою. Это духовно-простительский центр, который, мы надеемся, в далеком, наверное, будущем, как-то появится рядом с храмом. Еще в начале века здесь задумали строить большой храмовый комплекс. Отец Михаил – архитектор, уже готовые рабочие чертежи. Все на базе древнерусских традиций. Звонит с учебный центра, выставочный зал, храм Спиридона Тримифутского. Для того, чтобы просвещать наших ярославцев, для того, чтобы они были в вере образованы, для того, чтобы вера была у них крепкая, сознательная. Под покровом специальной защитной ткани работа продолжится, но уже другая. Свято-Тихоновский храм будет вторым по размерам в Ярославле. Марина Смарагдова, Максим Сушанов, Иван Доманов. Новости города.